Это Любовь Соболь. Следственный комитет завел уже два уголовных дела по факту массового отравления детей в Москве. Родители пострадавших детей подали из компании «Конкорд» Евгения Пригожина, школам, где отравились дети, а также к департаментам образования и здравоохранения города Москвы. Про первое уголовное дело мы узнали еще 22 февраля. Тогда оно касалось поставки питания компании «Комбинат питания «Конкорд Ювао» в семь школ и детских садов, расположенных в юго-восточном административном округе Москвы. Следственный комитет даже назвал количество пострадавших – 123 ребенка и четверо взрослых. 28 февраля мы узнали про второе уголовное дело о массовом заражении детей дизентерии. В нем речь идет о 67 пострадавших детях и взрослых из семи школ Восточного округа Москвы. Поставками питания туда занималась компания «Вита-1». По данным Интерфакса, при исследовании образцов сырья «Вита-1» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, либо повышенное содержание дрожжей, что говорит о санитарных нарушениях на предприятии. Родители пострадавших детей подали иск о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетних и морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Я буду помогать им и представлять их интересы. Также сейчас десятки других родителей тоже собирают документы и готовятся обращаться в суд. Ответчики компании «Конкорд» как поставщик питания, школы как госзаказчик питания, департаменты образования и здравоохранения как надзорные органы. Считаю, что иск – это очень важный инструмент борьбы за свои права. Во-первых, это реальные деньги и компенсация ущерба. А во-вторых, финансовая ответственность компаний. И после многомиллионных выплат эта компания и другие будут гораздо лучше следить за работой своих производств. Ну а что же мэр Москвы Сергей Семенович Собянин? Ведь это же московские школы и московские дети. 21 февраля он написал два твита и с тех пор молчал по этой теме. Думают, наверное, что тему заглохнет и все успокоятся. Так вот, Сергей Семенович, ничего не заглохнет. Мы продолжим заниматься иском, продолжим изучать работу Пригожина, продолжим задавать вам неудобные вопросы и требовать реальных действий. И в частности, очень бы хотелось послушать от кого-то из мэрии Москвы отчет о проверках Роспотребнадзора в пищеблоках Конкорда и других компаний. Потому что у нас есть интервью Натальи Шиловой, бывшей сотрудницы компании «Московский школьник», который поставляет питание в школы и детские сады об антисанитарии на производстве. У нас есть данные о регулярных претензиях Роспотребнадзора Конкорду. А рассказа от мэра, что он будет с этим делать, нет. Мэрия будет разрывать контракты с компаниями, из-за которых отравились дети. Мэрия будет требовать от всех компаний, которые хотят заключать новые контракты по питанию, полного соответствия санитарным нормам. Мэрия будет делать хоть что-то или так и будет говорить, только все под контролем, а нарушения как были, так и останутся. В прекрасной России будущего чиновники, особенно если они избираемые мэры и губернаторы, будут сами понимать, что люди требуют внимания и ответов. И нам не придется сначала несколько месяцев добиваться двух твитов, а потом требовать контролировать, как там нарушения устраняются. Это же очевидно. И чиновники сами должны такое понимать. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что низкое число оправдательных приговоров России – это показатель качества работы следствия. Как известно, в России очень мало оправдательных приговоров. В 2018 году оправдание было всего полпроцента. То есть, если дело попало в суд и начался процесс, вероятность того, что человека оправдают, крайне низкая. Могут дать условный срок или отсиженное в СИЗО, но не оправдать. Как будто оправдание для суда – это какой-то эксцесс. И вот глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что это достижение. Он даже упрекнул европейские страны тем, что там гордятся своими 20% оправдательных приговоров. Понимаете, они еще и Европу попрекают. Как же так? В Европе 20% оправдательных приговоров. Смотрите, как там плохо следствие работает. Невероятно просто. В декабре 2018 года председатель Московского городского суда Ольга Егорова рассказывала, что в Москве много оправдательных приговоров в суде присяжных. И по ее мнению это говорит, что следователи разучились собирать и анализировать доказательства. Видимо, такое высказывание не очень понравилось Бастрыкину, и поэтому он решил рассказать, что низкий процент оправдательных приговоров – это результат качественной работы следствия. Интересно, если количество оправданий в России станет ноль, то Бастрыкин признает работу следствия идеальной или все-таки нет? Ну а еще вчера глава Совета судей Виктор Мамотов предложил наказывать за скандализацию правосудия. Мамотов рассказал, что во Франции под скандализацией понимают любую информацию или действие, рассчитанное на то, чтобы поставить судью в состояние презрения или чтобы принизить его авторитет. И что нам такая статья нужна для недопущения давления на суд? Отсутствие адекватного ответа на откровенное давление, оказываемое на правосудие, ведет к крайне негативным последствиям для правопорядка. Заявил также Мамотов, объясняя, зачем нужна статья за скандализацию правосудия. Отличное высказывание, просто спасибо главе Совету судей за него. Но разве у нас только из-за каких-то публикаций в СМИ бывает давление на суд? А из-за заседаний в администрации президента или указаний сверху не бывает? Правда? Очень бы хотелось, чтобы люди помнили о том, что давление, оказываемое на правосудие, ведет к крайне негативным последствиям для правопорядка. Не только когда в СМИ пишут критические репортажи, но и когда приходят указания сверху о том, какой приговор выносить. В прекрасной России будущего суд должен быть судом. И каждый обвиняемый, если он невиновен, должен иметь возможность доказать свою невиновность. Вне зависимости от того, лидер оппозиции это или впавший в опалу министр. Сегодня издание «Проект» выпустило большое расследование про Владимира Жириновского и партию ЛДПР. Там много всего интересного, почитайте. Расскажу кратко о нескольких эпизодах, которые мне показались самыми интересными. Наличие в списке партии людей из криминального мира. Например, Михаил Глушенко был депутатом Госдумы второго созыва от ЛДПР и считался одним из лидеров Тамбовской ОПГ. Был признан организатором убийства Галины Старовойтовой и получил 17 лет строгого режима. Или Михаил Монастырский. Проект называет его «Миша-монах», «Миша-миллионер» и «Моня». Он также был депутатом Госдумы второго созыва от ЛДПР. А по данным газеты «ПАИС», в 2007 году он рассказал испанской полиции о связях с Тамбовской ОПГ и о том, что купил мандат депутата за 300 тысяч долларов. По данным источников проекта, фракция ЛДПР традиционно на треть состоит из так называемых коммерческих депутатов. Они получают мандаты и места в списке в обмен на различную помощь партии. В частности, как пишет проект, это может быть разовый взнос и речь может идти о сумме 100-200 миллионов рублей. Кстати, именно в ЛДПР состоял депутат Рифат Шейхуддинов, который в 2005 году прямо говорил, что купил мандат. Правда, потом в 2015 году он говорил, что денег не платил, а шел по разнарядке, так как Жириновскому сказали, что надо взять. Ну и про недвижимость. Проект оценивает недвижимость, которая принадлежит Жириновскому, членам его семьи, людям из его ближайшего окружения или которая записана на их фирмы почти в 10 миллиардов рублей. Среди недвижимости, о которой идет речь, многочисленные квартиры в Москве, участки в Подмосковье, апартаменты в Сочи, квартиры и отели в Испании и квартира в Объединенных Арабских Эмиратах. В общем, это очень интересно. Почитайте расследование проекта. Ну а от себя могу сказать, что в прекрасной России будущего такая статья должна стать причиной не только нашего интереса и удивления, но тщательного и, судя по всему, очень большого расследования в отношении не только Жириновского, но и всей партии ЛДПР. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.